Я буду говорить на русском, но презентация будет на английском. Я сегодня хочу рассказать немножко в целом о ситуации с домашним насилием в России и немножко показать, как это происходит у нас в городе. Один из экспертов Оксфордского университета высказал такую мысль, что причина демографической проблемы в России прежде всего в огромной статистике домашнего доселе, а не в низкорождаемости. У нас в России, к сожалению, очень много институциональных проблем, для решения проблемы домашнего насилия. Прежде всего это то, что у нас нет закона о домашнем насилии. Сегодня я услышала о том, что в Америке уже принят этот закон о домашнем насилии в 2013 году. У нас этого закона пока нет, но общественные организации уже примерно 10 лет добиваются того, чтобы этот закон был принят. И уже в этом году прошли общественные слушания по этому закону. Этот закон был одобрен президентом Российской Федерации. И я надеюсь, что, может быть, этот закон будет принят осенью. Итак, сегодня мы узнаем, что это вообще федеральное правило в США, что предназначено домашнее насилие. Unfortunately, мы не имеем в виду, на данный момент, никакого правила в России. Но за последние 10 лет, неопрофильные организации в России федерации работали в том, чтобы создать и адаптировать это правило. И, в результате, мы получили это правило, что это не было предназначено. И сейчас в министерстве этот закон обсуждается, вносятся поправки. И мы очень надеемся, что он будет все-таки принят, этот специальный закон, со всеми добавлениями общественных организаций. Итак, сейчас это в процессе дискуссии, и наш министерство и профессионалы работают на это. В течение многих лет у нас были созданы в России многочисленные кризисные центры, так же, как и у нас в Новгороде. Первоначально это была общественная организация, а потом это стало муниципальной организацией. И в одной только Москве существует примерно 11 организаций, которые работают с домашним насилием. И благодаря активности, деятельность российских кризисных центров отношения к домашнему насилию начинает меняться. И благодаря этому очень активной позиции кризисных центров, view of domestic violence in Russia or view of this problem in Russia began completely different. People began more aware of this issue. Вы можете здесь видеть, что если в 2002 году 43% респондентов России утверждали, что забеление жены мужем является частным делом семьи, то уже в 2008 году так думали всего лишь чуть более 1%. И 87% респондентов согласились с тем, что насилие по отношению к женщине оказывает так же негативное влияние на ребенка. So this slide shows you a relation to domestic violence in Russia and how it changed over the years. So in 2002, 43 of those who were asked about the situation, they said that beating a wife by her husband in a family is a private matter and nobody has to get involved. It's just a family issue. When the same survey was conducted in 2008, only 1% of those who were asked thought that it's a private matter. The rest of them changed their minds. And in 2008, 87% of respondents agreed that violence against a woman by her husband makes it extremely negative influence on children. Resultатом этого возросшего уровня осведомленности общества данномашнего насилия стало увеличение количества обращений пострадавших от насилия женщин за помощью правоохранительных органов. И здесь у нас присутствует руководитель кризисного центра Новгородского Наталья Ипполитова. Как раз она мне говорила о том, что примерно из 10 обращений 3 попадают в правоохранительные органы. So as a result of this public awareness, now we can see better response from women who are getting abused. So they are reporting to law enforcement agencies regarding abuses which are happening in the families. And they can get help in these situations. And here Наталья Ипполитова is present. She is in charge of crisis center in Новгородске. And she was sharing with me statistics that 3 out of 10 complaints have to do with domestic violence. К сожалению, в России у нас нет четкой государственной статистики в отношении домашнего насилия. И ее приходится вычленять из общей статистики МВД. Но опять же, заслуга общественной организации в том, что они заставили МВД делать эту статистику по полу и по преступлениям, происходящим дома, в семье. So unfortunately, we don't have tools how to get the direct statistics of domestic violence incidents. So we are getting piece by piece this information from Minister of Internal Affairs of Russia. So now they are obligated to keep track of all kinds of incidents, including domestic violence. And they are supposed to report them separately. So we can get this information, but it's kind of difficult to combine this information together. Вы можете здесь видеть на этой статистике, что всего пострадавших от насильственных действий по России 169 247, из них женщин большая часть 105 тысяч, и детей 21 тысяча примерно. So you can see here statistics about victims of violence in Russia in 2013, and total victims of violence in thousands is 388, 168,000 – it's women, and non-adults is 46,600. — Еще один полезный такой раздел статистики Министерства внутренних дел – это преступления в отношении членов семьи. Причем под семьей здесь поднимаются только формально зарегистрированные отношения. Таким образом, пары, которые состоят в гражданском браке, не попадают в данную статистику. Вы можете видеть, что преступления в отношении членов семьи 37,000, и из них женщин 27,000, то есть достаточно большое. В отношении супруга 14,500, и из них женщин 13,000. То есть большинство составляют, конечно же, женщины. Сына и дочери примерно 4,000 преступления. So, again, you can see statistics which was provided by the Minister of Internal Affairs relying on victims of violence in Russia in 2013. And by family members, we consider formal, official marriage. So, here in the statistics, you will see a general, I mean, broader picture. So, we are not considering those who are living together in North Korea. Like, they call it civil marriage, which is not official marriage. So, it's not included in this statistics. So, obviously, numbers are much bigger than what you see here. By family members, we mean spouses or kids. So, if total number of victims was 30,000.8, 14,000 of them were women. So, a spouse who victimized their wives were 14.5. Women who worked for wives who victimized their husbands were 13,000. So, still, men are living in this statistics. And as to kids, total number was 7,728. And also, the statistics doesn't reflect those women who were victimized, but they were not severely injured. Well, I will repeat it. Well, I will repeat this. I will repeat this statistic and I will repeat it. В регионе всего потерпевших в ходе насильственных действий 2041, из них женщин 795, из них несовершеннолетних 230, и преступления, которые совершены в доме, это большая часть их преступления 879, из них потерпевших в доме женщин 515 и детей 106. Also, we have one similar statistics in victims of violence in Новгород itself, Новгород region. So, Новгород region, during last year, there was a 2041 victim, 795 of them were women, 230 were under age of 18. So, these incidents occurred in households, meaning inside the flat, inside apartments. 879 times, 515 women were women, and more adults were about 100. И, опять же, повторю по Новгородскому региону статистику, сколько насильственных действий совершено в отношении члена семьи, всего 107, из них женщин 73, детей 23. Да, еще раз хочу подчеркнуть, что эта статистика получена из Министерства труда и соцзащиты Мельникова, я забыла, как ее звать, представителя министерства, то есть это статистика, которая собрана по России. Российская статистика, которая попадает в Министерство труда и соцзащиты, российского. Россия также является тем, что они привыкли на полную информацию к своим училищам. Они привыкли на субботу, и они привыкли на субботу, и я хочу учитывать статистика на субботу, в том числе и허на sniffания. И всего, согласно данным отчета Министерства внутренних дел по Новгородской области, у нас за первый квартал 2014 года 12 дебоширов стоят на учете, семейных дебоширов. По России их значительно больше, примерно 200 тысяч дебоширов стоят на полицейском учете. So, according, again, to statistics, during the first three months of this year, 12 offenders were put on a list of, on offenders' list in Новгород. Obviously, in Russia, this number is much bigger. It's about 200,000 during the first three months of this year. And some words about, oh, sorry. И несколько слов о насилии в отношении детей. В нашем регионе отмечается высокий уровень насилия по отношению к детям. В семьях Новгородской области за год, по данным Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области, было зарегистрировано в 2011 году 327 случаев насилия, в 2012 году 337 и в 2013 году 340. То есть она не уменьшается. И у меня здесь данные приведены из отчета о полномочном правах ребенка, где говорится о том, что в 2012 году было убийство детей 3, сексуального насилия 58 и разные формы повреждения 144. Unfortunately, statistics is not very positive when it comes to assaults in Новгород. According to our statistics, actually, it's increasing year after year after year. It's not a big increase, but still. So we got some results from investigation department of, investigation committee of Russia Federation in Новгород region. And in 2011, there was 327 crimes against no adults, any kids. This number increased a little bit in 2012, 337 with three murders. And it was even bigger in 2013, 340. И следует отметить, что это только уголовная статистика, где были уголовные дела в отношении детей, срегистрированные. And I just want to emphasize that this is just criminal cases, registered cases. То есть реальная статистика в отношении насилия по отношению к детям, она значительно больше. So factual statistics is much better than you see, much worse than you see here, much bigger. Ну и в заключение я хочу сказать несколько слов о том, почему все-таки проблема насилия существует. И я брала интервью с работником Кризисного центра, который подтвердила, что женщины не воспринимают насилие над ними как проблему, стесняются, боятся говорить, обсуждать, как насилие происходит, и чувствуют вину за собой, как, в общем-то, это и говорилось уже. So actually I had a conversation with representatives of crisis centers, and we were trying to figure out what is the reason and how women feel about it. And unfortunately, a lot of women don't feel that it's a real problem, and they are shy to tell people about it. They don't want to report it. Sometimes they feel that it's their fault that it happens, or happening to them. Всего обращений в Новгородский кризисный центр примерно за год полторы тысячи. Из них примерно половина связаны с насилием, причем то, что есть проблемы насилия в семье, выясняется только в процессе консультирования, не сразу женщины говорят о насилии. So during the year, we get about 1,500 complaints and reports. And only during conversation, personal conversation with women, we're figuring out that half of them are related to abuse. So when they start complaining, they are not mentioning abuse. They're mentioning different reasons. But during conversation, we're figuring out that it was happening in a family. Мужчины, которые совершают насилие, они практически никогда не обращаются за помощью в кризисный центр, хотя у нас есть специалисты, которые могут консультировать насильников и работать с насилием. Even though we have specialists, who can consult offenders themselves, who can help them to overcome this problem, in a very rare cases, men who would initiate it, would come to get help to prevent him from doing it in the future. They are not eager to share this. Еще одним таким важным моментом является то, что не всегда психологами кризисных центров ведется точная статистика, сколько семей страдает от домашнего насилия. То есть в целом далеко не всегда статистика отражает реальные картины домашнего насилия. I think that not all the statistics are reflecting exact numbers and clear picture of what's going on in a sphere of domestic violence. So, это все, в общем, то, что я хотела сказать. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу на эти вопросы. Более глубоко, если это интересно. So, basically, that's what I wanted to share with you, but I wasn't happy to answer all your questions, if there's something that you would like to ask or interested in. Thank you. Спасибо. Спасибо. Thank you. Thank you very much, Elena. Спасибо. I want to thank all the presenters for very excellent presentations and a lot of food for thought, especially the delegation, the delegation and Elena's group that will be progressing through the week as we people from other agencies to discuss domestic violence. Thank you.